Уважаемый, дайте, пожалуйста, машину. В связи с чем? В связи с тем, что это место, это место, постоянно находится под охраной. Раз, и второе здесь ставит директор. Мне, мои действия, что должны, какие должны? Я должен отсюда уехать, да? Да, переставьте машину дальше, где-нибудь. Не, 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 я здесь поставил. Мне устраивает это место. Если, посмотрите, не вопрос, я вызываю ГАИ и вас забираю. Отлично, отлично, давайте. Давайте, давайте, вот лучше, как мне вариант, больше нравится с ГАИ. Вызывайте ГАИ. Я как гражданин, зовут меня Серов Вадим Юрьевич, прошу вас отреагировать на мое заявление. У клуба проспект, вторым рядом стоят автомобили и конусы на проезжей части. Спасибо за просмотр! До новых встреч! До новых встреч! и что 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 на чем расскажу я стал вправо с с правилами дорожного движения стал в соответствии с правилами дорожного движения и то так что до свидания вы все закончили вы закончили может давайте сделаем так вызовите полицию я вам сейчас давайте знаете как сделаем молодой человек давайте мы сделаем так вот выбрин теперь вы убираете конусы вообще полностью все все хорошо второй вариант вы конуса не убираете прижать полиция да и с чем это место это место постоянно находится под охраной раз и второе здесь стоит директор мне на мои действия что должны какие-то же не должен отсюда уедет отлично отлично давайте давайте не давайте вот лучше как мне вариант больше нравится с гаи вызывайте гаи вызывайте гаи не вы сами предложили что вы заднюю включаете вызывайте гаи отлично разговаривать я вам нормально говорю заднюю включать просто позвоните в гаи и все по пусту не надо ничего говорить здравствуйте 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 очень приятно здравствуйте 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 зд Замечательно. Люди подходят, говорят, мы не желаем, чтобы нас снимали. А никто никого не снимает? Я вас спрашиваю, какой цель? Я еще раз говорю, никто никого не снимает. Не снимаю? Никто никого не снимает. Это другой разговор. Ну ты сейчас же включил камеру на меня, направил, для чего? Вы тут вообще при чем? Вы тут при чем? Ну я вас спрашиваю, вы оперативный, на работе. Ну чтоб я знал, в какой цель. Вы тут при чем вообще? Ну я здесь работаю. Ну вот, ты достаточно. Вы поинтересовались, вам вроде ничего не сказали, и все хорошо. Вы, может, если у вас какие-то есть сомнения, вдруг террорист вызовете сотрудников полиции, ГАИ. Послушайте, можно я с подругого спрашиваю? Давай. Ну если вы работник, представитель власти, ну это нормально, подошли бы ко мне искать. Виктор, мне тут все знают. Мне не нужно ничего спрашивать. А, ну, ты мог бы и не говорить. Здесь общественное место пользования, правильно? Послушайте, можно подругой. Здесь парковка. Здесь парковка. Как звать? Вадим. Вадим, послушай. Делай, что хочешь, но делай так, чтобы меня тебя видели. Послушайте меня. Да мне это какая-то разница. Мне вообще... Уберись от меня, пожалуйста. Значит, я расскажу так. Здесь места общего пользования. Я здесь могу припарковаться. Что я и сделал. Какие вопросы ко мне вообще? С чего бы? Вы снимаете людей. Директора. Место директора. Место директора занят. Ну, вы людей снимаете. Да никто никого не снимает. Вам показалось. А сейчас ты меня не снимаешь? Я свою личную жизнь снимаю. Как? Свою личную жизнь. Да снимаю. А можно я сфотографирую? Для себя. Можно. Можно даже со мной сфотографироваться. Ну, сейчас сфотографируем. Отлично. Я даже не против. Да мне без разницы. Здравствуйте. Нахожусь на проспекте Революции. Кафе, не кафе, как он там? Клуб Проспект называется. И здесь вторым рядом стоят автомобили. Плюс на проезжей части конусы стоят. Как бы сюда экипаж бы направить? А что за конусы стоят? Конусы. Обычно конусы такие, знаете, когда работы какие-то ведут. Они здесь оградили, видно, парковку. Адрес точно какой-то. Так, проспект Революции. Какой же это у нас? Ну, я по большому счету, вы можете сориентировать. Клуб Проспект. Нет, точно адрес. Я не знаю, где клуб находится. Клуб Проспект. Я не объясню, где клуб находится. Ну, вы же по центральному району будете. Ну, вот, допустим, такая ситуация. Сейчас происходит административное правонарушение. Адреса я вам... Проспект Революции 22. Проспект Революции 33. И вот я еще раз. Вы давайте тон смените. Да я тон. Просто я его милую, чтобы больше задержать. Я быстрее экипаж пошлют туда, чем я буду с вами разговаривать. Каким образом я адрес здесь назову, если ни одной таблички здесь нету? Я могу... Экипаж нужно попасть. По всему Проспект Революции. Пошлю по всему. Нет, вы же пошлюте экипаж, который находится в центральном районе, верно? Я пошлю в центральном районе, вы мне скажите адрес уже, пожалуйста. Они знают этот ресторан и проблему. Комбат знает о том, что здесь постоянно такая ситуация. Он вечно посылает сюда разгонять. Вот я как гражданин, зовут меня Серов Вадим Юрьевич, прошу вас отреагировать на мое заявление. У клуба Проспект вторым рядом стоят автомобили и конусы на проезжей части. Экипажи, которые здесь несут службу, знают этот клуб Проспект. Его все знают. Я не знаю. Вот клуб Проспект. Вы экипажу так и сориентируете. Хорошо, сориентирую. Спасибо, жду. Вообще нормально. Как по-другому еще? Я, конечно, извиняюсь, что в таком тоне, но по-другому бы просто не дошло бы, я так понял. Интересная ситуация. Тогда, когда происходит преступление, вот как бы не было бы, вот ты вызываешь сотрудников полиции. Ты должен посмотреть, какой номер дома. Ну, не найдут. Ну, пусть убивают, пусть. Ну, как-то странно. Ну, в общем, мы паренька этого не дождались, который, то есть, грозился ГАИ тут нам не прислать. Ну, как-то прям, получается, заднюю дал. Вроде человек слова. Ну, да ладно, его дело. Ну, вызвали все. Вызвали. В рту конечники появляются. За второй раз. Конечно, все правильно. Нет, так я спрашиваю, вызвали или нет. Так, и вот они, экипажики наши, точнее экипаж, работу проводят. Это они за второй ряд гоняют. Дали, Дали, командир, пускай, пускай погоняют, гоняют. Нехрена, блядь. Встанут, блядь, и стоят. Вот, я говорю, они вот только, извините меня, пожалуйста, с прошедшим вас Новым Годом. Все. Вадим. Да, да, да. Меня Вадим. А и меня Вадим. Тески. Мы с вами, получается, тески. Вадим, они просто едят, блядь. Вот они как сейчас проезжают. Ну, потом опять заново становятся. Ты бы хотел бы сказал, что сам сотрудник. Кто твой сотрудник, я не сотрудник. Да ладно, я не сотрудник. Видишь, как полиция сразу отреагировала, приехала. Разогнали второй ряд. А вам сейчас рекомендую убрать еще конусы, больше их не ставить. Нет, конусы почему не убираем? Я тебе тоже говорю, как бы. Ну, я знаю, вот здесь вот вы можете оставить конусы. Нет, ты знаешь, почему еще конусы? А вот остальное вы конусы. Извини, что на ты. Ничего. Конусы почему ставятся? Потому что есть много дураков, которые именно уже заезжают на бордюр. Да, не везде могут заехать на бордюр. Да, но везде, не везде. Но здесь это места общего пользования. Здесь может любой человек припарковаться. Вы ставите для чего? Для ваших клиентов. Это первое. Второе, самое главное. Для вашего любимого директора. Вот это место. Конусы, я так скажу. Здесь юрлицо. ООО или здесь ООО, скорее всего. ООО 300 тысяч штраф, чтобы знали за вот это дело. Это я знаю все. Я сам как бы, да. И вот если это красиво по 12.33 оформить, то будет штраф. Если здесь много чего, можно по уму сделать. Поэтому, нет, просто она просто... Ну вот смотрите. Я нормально подошел, из-за чего просто... Когда вот справа от тебя вот ходит человек, когда он подбегает и начинает панику поднимать. Понимаешь, уже... Ладно ты раз подъехал там. А когда подъезжает дебил, который уже начинает чуть ли не сбитыми, тот выкидываться... Не, ну это дурачки. Понимаешь, но... Тут на тебе же на машине не написано, понимаешь? Не, ну понятно. Но дело в том, что в принципе вас по большому счету не должно вообще интересовать, кто сюда подъехал. Потому что это не ваша территория. Ваша территория вот прям с порожка начинается. И вот это ваша территория. Ладно. Конусы будете убирать? Да пускай пока скорее. На будущее? Да это я. А, на будущее. Здесь скорее всего, наконец-то, я надеюсь, что на будущее ворота сделают. Какие ворота? Вот эти, чтобы туда заезжали. А, не, не, не. Просто вот смотрите. Здесь постоянно на протяжении долгого времени выставляются конусы. Просто есть два варианта. Первый вариант. Я напишу обращение Гусеву мэру. Да, это через управу все уберут и оформится красиво. Либо вы сами это сделаете. Да, их ставят. Я честно тоже скажу почему. Приходится иногда. Сам понимаете. Да, я прекрасно понимаю. Поэтому нет. Именно вопросов нет. Так ставят и ставят. Вы уберете их? Да, и не будут убираться, конечно. Они будут убираться? Их больше не будет? Конечно. Все. Они будут убираться. Хорошо, спасибо. До свидания. Так, ну, миссия моя выполнена на сегодня. Время 3 часа ночи. Кстати, день сегодня у нас какой? 3 часа 3 минуты. Температура минус 4 на улице. 2 января. Вот такие вот дела. В общем, все хорошо, все нормально. Конусы убрали. Я надеюсь, больше их ставить не будут. Но мы обязательно проконтролируем эту тему. Ну, мы пока по-хорошему. Надеюсь, как бы люди должны все прекрасно понимать. Мне кажется, все-таки хочется верить, что они поймут. Во все хорошее хочется верить. В Новом году. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. И вступайте в нашу замечательную группу ВКонтакте. Дорожный контроль. Всем пока. Так, что у нас тут конусов никаких нету. Второго ряда нету. Все замечательно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok